Утро, утро вот такое сегодня. В прошлом выпуске, напоминаю, мы связали с вами всю арматуру, выкопали яму, делали систему специальную для фиксации опалубки в проеме, используя шпильку, используя водосточную полипропиленовую трубку. Вот, все это дело классно завязали, и сегодня мы смонтируем опалубку, зальем бетон. Поэтому, я думаю, видос будет интересный. Он будет не долгий, но интересный. Советую не переключаться и досмотреть до конца. Наверное, начинаем? Поехали! Первое, что хочу сказать сразу, это поблагодарить вас за комментарии, потому что они очень полезные. Как минимум, в комментариях была сказана главная фраза, это то, что не нужно лить в два этапа, и я с вами полностью согласен. В два этапа хотел лить из вот этих щелей. Короче, я просто заехал в магазин, сейчас набрал всякого картона, много-много-много. Мы сейчас этим картоном вот так уложим и камнем прижмем, после того, как я выставлю опалубку. Так, погода обещает быть ветреной, возможно, дождливой. Не знаю, вам там гремит, не гремит, вроде поставил ветрозащиту какую-то. Должно быть хорошо. Ну, а я, собственно, сейчас что делаю? Из остатков древесины, которую нахожу на территории, сшиваю вот эти щиты оставшиеся. Мне их надо 8 штук придумать из непонятно чего. Но вот буду придумывать. Короче, сегодняшняя задача у нас установить эту опалубку и залить ее в конце рабочего дня. Ну, точнее, рабочего фильма. А день у меня явно не один на это уйдет. Поехали! Так, братцы, ну, у меня же не бывает, чтобы все было идеально. В общем, сучка резко погибла. Не заводится. 30 минут ее дергал туда-сюда. Открывал, свечу проливал, прокаливал. Промыл мотор, то есть вылил оттуда всю смесь. Бесполезно, не хочет она ничего делать. Кинул ее в багажник. Поехал сейчас в ремонт ее сдам. Если получится отремонтировать, здорово. Но она со мной уже 10 лет воюет. На самом деле, давно было уже пора менять сучка резко, потому что это, ну, это уставшая моделька. Импортозамещение сейчас в самом разгаре. Съездил в магазин и приобрел себе модель, которая зарекомендовала уже взоры многих самостройщиков. Итак, Ресанто, модель BP6220. Бензиновая цепная пила. Что в коробке? Защита пера. Само перо. Собственно, сама пила. Кстати, очень удобная штука для смешивания бензина с маслом. Наливаешь бензин и долю масла, чтобы было видно по шкале. И все, его точно смешали столько, сколько необходимо. Новая цепь. Ну, логично. И набор зипов и отверток. Кстати, заметил, что по умолчанию не были установлены специальные зацепы. Ой, они почему-то еще и разные. Наверное, для разных вариантов пиления. Очень простой интеллектуальный завод. Включили. Подсос. Подкачали. Так, нога. Так, нога. Так, нога. Смотрим. Так, нога. Так, нога. для понимания почему же все-таки бензопила resanto 6220 улучшенный воздушный фильтр улучшенный топливный фильтр антивибрационная система материал корпуса устойчив к низким температурам легкий и быстрый запуск двигателя система легкого старта и простое техобслуживание то есть легкодоступные фильтры свеча зажигания ну и в принципе паре санте у нас вообще все в городе есть и самый оптимальный вариант это на сучка резко именно фирмы resanto продолжаем работу а проблемка вот еще какая возникла смотрите у меня осталось 4 счета необходимость в 6 счетах как минимум поэтому сейчас из всех досок которые есть на территории мы будем собирать остатки опалубки теперь немножко цифр в общем фундамент у нас 24 метра и на 6 метров и имеется раз два три три импоста еще вот считал что это будет метровая высота на самом деле метр двадцать и на метровой высоте у меня выходило порядка 14 кубов бетона при цене за куб 4000 рублей плюс машина 3000 выходил 27 тысяч одну машину на три машины выходит 81 тысяча это сейчас с новыми в данными потому что метр двадцать высота и заливать не 20 сантиметров а еще в основании побольше ну и вот эту всю часть тоже прольем сразу смысл какой когда здесь брусчатку буду стелить она будет идти под уклон в огород чтобы вся вода потом уходила с территории в огород там будет уровень земли ниже и поэтому там тоже надо бетонные бетонное ограждение в которое брусчатка будет упираться то есть с нее будет уже стекать вода туда и также и снег весь туда буду все скидывать на зиму поэтому вот такое вот решение и она мне кажется оптимальная вот эта площадка она у нас для жизни такая зона жизни и вот здесь но это давайте заходить вперед не буду но здесь будет басик все-таки мы решили что этого бассейна недостаточно этот бассейн я потом либо продам либо он куда-нибудь там ну не знаю придумаем куда его деть может у кого уже друзья есть интересы к бассейну то не живет здесь рядом с биском к этому бассейну есть чехол также насос даже могу отдать в один сезон всего отработал новый насос давайте покажу вот смотрите сейчас положил кварцевый песок он сезон отработал его промыл вот он еще сохнет здесь обалденная штука на нем вообще насос работает шикарно и вот такая вот чаша который по моему вообще не страшно ничего ну вы знаете да что такие ступени у нас с космоса падают и ничего с ними не случаются на телецком валяются много где ну ладно не суть короче другая тема о том что вот здесь будет зона в бане но потом начинается бассейн поэтому я все-таки решил что он будет этого мало для плавания хочется прямо вот проплыть так но мы продолжаем нашу работу и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Так вот они будут выполнять роль пропуска именно воды Проход в огород Вот и все Три полезных свойства Дальше Вот эти трубки Они уже у меня были использованы в цоколе Их легко выбиваешь И можно использовать дальше В следующих фундаментах А дальше у меня фундамент будет на баню Вон там На бассейн А шпилька пойдет на моюрлаты Для хоздвора Они в армопояс утопятся И будут держать потом моюрлат Ну и так же они будут стягивать еще и стропилку Поэтому шпильки тоже многоразовые Все удобно Да, дружище? А? Прораб Только это не прораб Если у Кости это прораб То у меня этот товарищ грызун Который то перчатки съест То наушники, то очки Короче, это такой технический надзор Который заставляет меня прибираться Всегда прибираться Всегда надо прибираться, да, друган? Так, еще момент, друзья Кто писал про то, что Зачем ты это делаешь? Это глупость закапывать в землю деньги Собаку проще научить Так у меня-то логика не такая Парни Не только от собаки здесь задача А здесь задача отсыпать Еще плюс 25 сантиметров Гравием И чтобы он в огород не сыпался То есть чтобы он на что-то Во что-то упирался И потом брусчатка туда же упиралась То есть здесь лента специально для этой задачи Либо мне ленту лить без колонн Либо я сделал красивое зонирование Такое аккуратное зонирование Потом покрасим все это в цвет Скинем белую стропу И вообще будет шикарно смотреться Так, небольшой отчет Сделали лоток Привез В общем Клееный брус Это вот клеенка, которая Шла на стропилку обрезанную Это профиль 280 Это 240 по-моему Фахверковые элементы В общем, привез-то для того, чтобы Миксер можно было задрать повыше Буду показывать отсюда Здесь засветки нет Чтоб миксер повыше заехал Соответственно, уже и лоток Можно задрать чуть повыше Нам будет удобнее сливать Вот к дальней стене А потом этот материал У нас просто уйдет на дрова Все ровненько Все готово к заливочке Ровненькая прямая стена День Икс настал Вон он едет, наш друг Значит, нам нужны совковые лопаты В основном Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Это называется, друзья, залипательное видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не было печали Вот такая вот беда Посадили хуже некуда Хотя можно было, конечно, там объехать по траве Но вот решили, что так О, пазик приехал Все, отлично И павец туда Им как, махнуть надо в раз или что? Он натяжку сейчас даст Давай, давай А не в натяжку? Так то и бесполезно Все, класс Слушай, ну сейчас он, по-моему, особо-то сам, да, как-то? Нет? Ну, супер Давно руки не доходили Надо было гравий раскидать Вот, нормально Разровняли Трактор уже не нужен Братцы мои Вы иногда спрашиваете меня Сколько выходят видосы Так вот, сегодняшнее видео Которое вы посмотрели Вышло нам в 102 тысячи рублей Так вот А, Вань, не закрывай Я же деньги-то не отдал Стой Приходится бегать за миксеристом Чтобы отдать деньги Представляете, какие классные ребята У нас работают на Алтае Так, я не знаю Говорил ли я это или нет, друзья Но у нас Не хватило немножко цемента Ну, буквально прям капля Сейчас доделаем этот раствор Цемент есть Гравий есть Проблем нет И все, и будет супер Домешаем уже это Своими руками Канал-то своими руками Вот, надо своими руками мешать Я хочу сказать, что нам просто несказанно повезло с погодой Так как с сегодняшнего дня Это последний день заливки Мы с Иваном доделали фундамент в самом конце И начался дождь Все, и дождь теперь будет лить Ну, весь сентябрь Поэтому мы успели вовремя Мы закончили с фундаментом Все классно Тем более уход за фундаментом Теперь вообще просто не нужен Дождь его сам будет делать И еще хотел с вами посоветоваться Перед окончанием фильма Вот такой вопрос В общем, наше овощехранилище Требует максимальной доработки Большой доработки Либо там ставить кондиционер Либо там тепло И мы принимаем решение Что, скорее всего, вот здесь Будем копать простой погреб Под пол, как у всех нормальных людей Но у меня появилась мысль Раз это гараж То почему бы нам не сделать яму смотровую для машины А из нее выход уже в погреб Ну, чтобы спускаться все-таки по лестнице Просто по ступенькам Ну, вы поняли меня, да? Вчера с Иваном этот диалог поднял Он говорит Денис, на самом деле Кто только не делал себе эти ямы Они совершенно бесполезны И никто ими особо не пользуется Если только человек не механик Вот, нужна ли она тебе Тратить лишний материал и так далее Я решил посоветоваться с вами Скажите, как вы считаете Нужна ли яма в гараже Или в ней нет вообще никакой необходимости Потому что она все равно финансово Во что-то выльется Это все равно стены Это металлические ограждения Много чего нужно И попросил вас все-таки посоветовать Как вы думаете Нужна ли яма в гараже Или, ну, проще воспользоваться услугами Которые там есть Эстакады в деревне Там парочка у нас есть Можно съездить, посмотреть Если нужно что-то одним днем решить в машине Ну и все Закончили сегодня эти работы Оцените видос лайком По возможности Подписывайтесь, пожалуйста, на наш Дзен Ну, этим вы просто поможете нашему каналу Как я уже говорил Видосы выходят очень недешево И финансово сейчас ничем не подкрепляюсь Поэтому приходится Либо делать реже выпуски Я в любом случае строю В любом случае вкладываю деньги Это понятное дело Но просто люди, которые не занимаются Ютубом Которые не должны каждую неделю Выкладывать новые выпуски Они могут как-то финансово немножко там Раз в месяц делать какую-то работу Я же должен делать ее каждую неделю Чтобы вас радовать новыми выпусками Первая помощь Это вы можете подписаться на Дзен Смотреть видосы там Это даст какую-то небольшую копейку Ну и второе Заказывайте мед Жарковский-мед.рф Это мой мед с моей пасеки Он очень вкусный Целебный, качественный и полезный И я вам просто рекомендую Ну, у меня на этом все Увидимся с вами на следующей неделе Я хочу вам продемонстрировать Одну классную штукенцию Которую я приобрел А через выпуск мы с вами начнем крутить ротанг Обещаю Все, пока-пока До скорых встреч Продолжение следует...